Дравидийские языки, общее описание группы. Само слово санскритское, дравидра, то есть вторая дэ, там, это церебральная, как она там называется, впервые уже в трактатах примерно 7-8 века нашей эры это слово употребляется, но, по всей видимости, оно также употреблялось вообще для языков Южной Индии, не только дравидских, и как только санскритские тексты перевели основные, пошло слово также и в европейскую всю традицию. 1856 год уже первые компаративные грамматики начали писать, точно компаративный метод 19 веке господствовал, и тогда уже употребляли этот термин «дравидийская семья» уже в английском контексте. Дравидийский и дравидский – два синонима в русском языке, но обычно дравидийский я тут вижу. Естественно, это в основном Индия по-прежнему и юг Индии. Есть еще язык Брахуи, который порядочно отличается, он прям как отдельная чуть ли не группа обычно идет в классификациях, и он заехал аж в Пакистан, то есть это Южный Афганистан, Центральный и Восточный Пакистан, Белуджистан, вот там тоже есть немножко дравидийский язык. И через этот остаток, насколько я понимаю, пытаются с эламским языком связать, то есть с тем языком, который был в Персии раньше. Самый массовый язык – Томильский, конечно, 70 миллионов человек носители по переписи 2011 года. Потом есть язык Малаялам – 34 миллиона человек, Канада – 43 миллиона человек, Телугу – 84 миллиона человек. А ну Телугу, значит, самый массовый – 84 миллиона человек. В Южных Штатах Индии являются официальными языками, и все население полностью там на них говорит. То есть в Индии там есть очень много языков именно региональных на уровне штата, и в данном случае они даже резко отличаются от хинди, ничего общего, это другая группа, совсем другие корни, другие правила грамматики и так далее. Ну то есть это, наверное, сравнимо, да, с нашими тюрками, опять же, потому что в России после славян сразу идут тюрки. Так вот, как бы официальный язык Индии – хинди, да, там много языков, которые походят на хинди, но отличаются, так скажем, как бы славянские, да, тоже. И есть вот языки, которые как бы тюркские, которые совсем другие, и это вот как раз дравидийский. То есть дравидийцы примерно на том же положении, как и татары находятся в Индии, но их в некоторых штатах они полностью преобладают, естественно, в этих штатах официальный язык будет какой-нибудь тамильский или Телугу, который понимают люди. Помимо таких больших языков… А, ну и да, Шри-Ланка, надо сказать, что не только Индия, у нас есть еще Шри-Ланка, которая Цейлон, и там прям половина на рассеянии тоже говорит на Тамильском, 5 миллионов человек. На Тамильском, на Шри-Ланке 2012 год. Помимо крупных вот этих языков, много миллионных, есть много мелких, интересных, которые часто представляют собой остатки каких-то вот древних состояний, используются для сравнения, для реконструкции и так далее. Есть вымирающие языки дровидские, там по тысяче человек, пара тысяч человек, у них часто нет никакой письменности, и вот только ученые это фиксируют. То есть, есть там какие-то совершенно дикие народы где-то в джунглях, несколько тысяч человек, но язык установлено, что дровидийский у них все-таки. То есть, все довольно широко, 25 языков выделяют в этой семье, и примерно 50 диалектов. Ну и, в общем, у меня в данном случае есть языки мира, причем хорошо посканированные и недавние, довольно свежая информация, и в этом плане методически обеспечены. Мы хорошо. Я планирую где-то, наверное, получается до марта, то есть январь и февраль, вот будут эти языки дровидийские. Несмотря на то, что, в общем, их много миллионов дровидийцев, видимо, миллионов 250 такие тут оценки, то есть в два раза больше, наверное, чем носители иранских языков, изучены плохо, потому что все-таки это вот Индия, а не Европа. Поскольку они признаются единой группой, то реконструируется, естественно, протодровидийский язык активно. Письменная традиция на четырех больших языках имеется, тамильский, теологу Канада и Малаялам. Вот на этих языках есть развитая письменность. Напоминает Диванагари, и подробнее я расскажу. Ну, восходит она к Брахме, к древнеиндийскому письму, слоговая письменность там. Первые надписи на тамильском аж второй, первые века до нашей эры. На Канадо и Телугу примерно пятый век, шестой, и на Малаялом десятый век. Тамильские всякие литературные произведения примерно второй век до нашей эры, третий век нашей эры уже фиксируются, уже сразу стихи записывали, как у них появилось. И есть развитая литература на вот этих всех четырех языках. Тамильский, Телугу, Канада, Малаялом. Есть развитая литература со средних веков. К ранним памятникам относятся полные переводы Махабхарата и Рамаяна. То есть в религиозном отношении это индуисты, и когда начали создавать литературную традицию, они перевели Махабхарату и перевели Рамаяну тут же на эти языки, на древнейский. Ну, имеется конфликт между книжной формой и разговорной, как это во многих старых традициях, о чем я, естественно, поговорю позже, когда дойду до этих языков. Для малых языков древедийских миссионеры пытались создавать какие-то нормы, издавать христианскую литературу, но в целом это не привело к тому, чтобы там сформировалась самостоятельная литературная традиция. То есть это просто попытки. Ну, есть специальные шрифты для этих языков, то есть специальные письменности отдельные. Не совсем Диванагаре это, то есть оно просто походит типологически на Диванагаре, поэтому я Диванагаре упомянул. Там Канада есть и так далее. Теологу тоже есть письмо. Ну, и я покажу, когда будут уже конкретные языки, я покажу, как это все выглядит. 250 миллионов человек во всем мире оценкой, но в Индии 243 миллиона, то есть 5 миллионов Цейлон и 2 миллиона по всему миру раскидало уже из Индии. Примерно так. И 243 миллиона живут непосредственно в Индии. В силу того, что только еще идет становление этой сей теории древедийских языков, много классификаций их. Первоначально разделяли на южную, центральную и северную, но вот Браху и там и прочие северные, они явно резко отличаются, поэтому их всегда в отдельные группы выносят. Потом есть классификация Кришнамуртии, вот на картинке вывожу ее. Основано на том, что там выделяется две группы южных языков. То есть северная, центральная и две группы южных. Потом есть российские классификации Андронова, такие довольно подробные, 7 групп там выделяется. Есть классификация Саутворта, 8 групп. Сейчас еще выведу российскую. Ну, по поводу Кришнамуртии. Она как дерево, то есть это, в общем, классическое мышление для представителей компаративного метода, которое еще в 19 веке критиковалось. То есть не обязательно все было устроено именно как деревья. Это все взаимодействовало и так далее. То есть это условно, как дерево рисует. Ну и, в общем, тут основная идея, что северный, центральный и два южных. Потом он дальше рисует деревья, как вот эти вот протоязыки, протоцентральный, протосеверный, они дальше распадались. Ну, на самом деле, это условные классификации, не обязательно там, допустим, распадались. То есть, возможно, там было, наоборот, слияние. Вот для так называемых восточнославянских сфиксируется другая картина. Не было никакого единого языка. Первоначально было языков 10, которые постепенно объединялись. Сначала в 4 языка объединились, сейчас у нас имеется 3 стандарта. И куча остатков мелких языков, типа донского, поморского и так далее. С большой вероятностью с дравидийскими также. То есть, их, может быть, было больше, а потом они объединялись. То есть, другая картина. Ну, вот еще одну классификацию даю, тоже российскую. Такую достаточно подробную. По поводу родства тоже, поскольку это все изучается. Очень много теорий всяческого родства дравидийских с чем-то. В частности, индийские ученые предпочитают доказывать, что все это все равно родственно. Индорийским и там все равно санскрит. Но индийские доходят до того, что все языки от санскрита происходят. Поэтому это у них националистическая позиция. Часто сопоставлялось с шумерским. У меня тут есть про шумерский отдельный клип. И там я об этом говорю. То есть, пытались доказать раствор шумерского и дравидийских. Также есть теории связи с африканскими языками, с корейским, с японским, с австралийскими, с босконским. Ну, босконский со всеми постоянно связывает то, что у него родственных нет. Ну, и по мнению языков мира, наиболее убедительна эта гипотеза с уральскими языками. Потому что, во-первых, структура дравидийских языков напоминает уральские, так и лютинативные языки. И нашли большое количество лексических параллелей. То есть, каким-то образом носители уральских, они вообще-то на Урале, да, на Северном Урале считается, что у него была прародина. Каким-то образом они с Южной Индией, казалось, связаны. Но, к сожалению, мы все эти древние миграции не знаем, каким образом там народы передвигались. Но могли они передвигаться, потому что транспорт у них был, и они постоянно мигрировали. Вот каким-то образом оказалось, что на двух концах Евразии похожие языки. Когда появилась настратическая теория, то дравидийскую всегда записывали в настратику. То есть, это достоверно настратика, потому что есть много соответствий. Правда, ну, то есть, настратическая теория, я напоминаю, у меня тоже клип отдельный есть, это то, что индоевропейские, афроазиатские, урало-алтайские, картвельские и дравидийские языки, они родственные. Но записывали, как правило, через связь с уральскими языками. То есть, вот, связь с уральскими языками, там много можно найти примеров именно в лексике, прям классических соответствий, закономерных, как положено по компаративному методу. А уже через уральские связывают с остальными настратическими, то есть, с алтайскими, там, с индоевропейскими и так далее. Ну, по сведимости, да, в данном случае есть родство. Либо когда-то был тесный контакт, в результате которого заимствовали много слов дравидийские. Но, опять же, тут похожесть грамматики, она скорее говорит о родстве, а не о контакте. Много также говорили о родстве с эламским языком. У меня про эламский язык тоже есть клип отдельный. Эламский язык плохо реконструирован, это мешает в полной мере построить эту теорию. О родстве эламского и дравидийских языков. И даже старость он критиковал, потому что говорил, что соответствие эламо-дравидийский, как правило, это просто настратические. То есть, видимо, эламский язык и дравидийский, это настратические языки. То есть, обладают неким глубинным родством, так же и с афроазиатскими, там, с индоевропейскими и так далее. Но так, что вот именно эламский язык, он от дравидийского происходит, это лингвистически это пока еще не доказано, хотя это предполагают. Для того времени, которое мы можем уже посмотреть, естественно, для них характерны контакты с индоарийскими языками, то есть, влияние арийских языков в Индии существенное на них. А язык Брахуи, который попал в окружение пуштунов и фарси, у него влияние иранских языков. По глоттохронологии предполагают распад предполагаемого пра-языка, наверное, конец 4-го тысячелетия до нашей эры. Северные языки еще в 3-м тысячелетии до нашей эры отделились по современным представлениям, и остальные все где-то 2-е, 1-е тысячелетия до нашей эры возникли. Северные наиболее серьезно отличаются. В основном сейчас считается, что они также заселили Индию. То есть, достоверно, что арийцы в Индии не жили и из нее не происходит, как бы нам индусы это ни рассказывали. Арийцы в Индию пришли довольно поздно, и их эпос первоначальный ригвет отражает завоевание. Когда они пришли в Индии, были уже дровиды, эти дровидийцы, но и дровидийцы тоже ранее пришли в Индию. То есть, Индия несколькими волнами заселялась, причем первоначально в Индии жили австралоиды, то есть, люди такие черные достаточно по расе, и есть некоторые остатки, некоторые малые племена Южной Индии, это остатки как раз австралоидов. Потом заселили дровидийцы, которые говорили на языке, похожем на финский, то есть, похожем на уральскую группу, тоже белые они были. Но они перемешали дровидийцы, и сейчас они в значительной степени черные, конечно, если так условно говорить, то есть, в значительной степени они австралоиды. Потом уже пришли туда арийцы, то есть, носители индоевропейских. Получается, три волны заселения Индии. Харабская цивилизация, которая у меня тоже клип есть, и про язык ее тоже есть, достаточно такая мистическая у нее была письменность, которая не расшифрована, и ее также пытаются связать с дровидийскими языками. Кнорозов, известный дешифровщик, который языки индейцев хорошо дешифровывал, пытался это доказать и даже что-то расшифровать на этом основании, но пока что гипотеза, потому что мало письменности этой Харабска известно, и это я, опять же, уже анализировал, есть отдельный клип про это. То есть, вот Харабскую цивилизацию пытаются связать с миграцией дровидов в Индию, что вот это один из их этапов. Сначала они осели в Индию, а потом, возможно, они на юг двинулись. Но это все гипотезы. Ну вот, примерно, как оно все выглядит уже на картинке. Я вывел тоже на экран. То есть, сначала была первая протодровидская общность, от нее вот эти брахуи отделились северные, потом вторая и так далее. Все это развивалось. И, наконец, сформировались современные дровидийские языки. По данным пра-языка, уже на уровне пра-языка они были земледельцами. У них много общих слов для того, чтобы пахать, сеять и так далее. И скотоводами тоже пастись, доить, скот охранять. Все эти глаголы у них одни, единые в их языках. То есть, самый ранний пра-язык, они уже были на уровне неолита хотя бы. То есть, они пасли скот, сеяли, собирали урожай и так далее. Общие особенности языков кратко, потому что лучше это все по языкам раскрывать. Ну, пять гласных обычных, пять долгих, пять кратких. Десять фонем. Вот исходная модель для согласных. Во-первых, тут нет звонких. То есть, она довольно простая. Нет звонких. Развитые носовые. Для каждой группы есть носовые, да? Практически нет африкат. Даже не практически, а вообще нет. И свистящая только одна вот эта З. Как отдельные классы идут альвеолярные и ретрофлексные, скорее всего, ретрофлексные в санскрит из дровидийских заимствованы. Потому что их в индоевропейском не было. Имеется в виду всякие та там, на там, которые основную трудность при изучении санскрита представляют. Это даже не арийские звуки. Как бы нам тут не рассказывали о древности санскрита отдельные сектанты. Это звуки, которые индийцы заимствовали у дровидов. Которые ни с какой стороны не арийцы. Скорее всего, грубо говоря, финны. То есть, уральские. Ребята, развитие от этой схемы шло довольно сильное. Развивались звонки. Во многих языках теперь есть звонки. Развивались африкаты. Что-то тут упрощалось и так далее. Но, на самом деле, эта схема довольно красивая. В основном в языке, как мы видим, одни сонорные. То есть, звуки такие звучные. Ла, Ра, там в разных видах и так далее. Все это усложнялось или упрощалось в последующих языках. О чем уже подробно. Даже придыхательные там кое-где развились. Многочисленные африкаты развились и прочее. Ударение, как правило, на начальный слог. В дровидийских, но тоже с местными особенностями. Но не обязательно. Морфология типичные аглютинативные языки. Вот пример сразу. Нагромождение морфем. И они суффиксальные. То есть, на конец слова. Абсолютно как в тюркских. Все многочисленные вот эти морфемы. Они нанизываются на конец слова. Что и позволяет определить. До десяти в цепочке. То есть, грамматика урала-алтайская. Прямо вообще. Но сингармонизма, насколько я понимаю, в праязыке не было. А что там, в реальных языках посмотрим. Грамматические классы, тем не менее, как обычно, походят на наши. Число есть. Единственные, множественные. Род, кстати, есть. Вот в уральских рода нет. А в дровидийских часто есть род. Но там разные. И три рода бывают, и два рода. Расскажу. Может быть, это под влиянием арийских. В арийских, естественно. Медоевропейских развитой категории рода. Множество падежей. Время. В основном прошедшее и не прошедшее противопоставлено. Но видовые категории там бывают. Переходность, каузативность. Наклонение, модальность. Но модальности там краткие. Как правило, вот изъявительные и повелительные наклонения. Глагол в целом попроще. Насколько я по общему описанию вижу, осуществительные посложнее. Чем в индоевропейских. Падежи от 4 до 11. Ну, то есть, как и в уральских, там может быть много падежей. Ну, и также множество послелогов. Понятно, что, как обычно, их дифференцируют с трудом. Послелоги от падежей в таких языках альтинативных. Ну, и тут много частностей. Я просматриваю этот источник языки мира. Я думаю, что это надо в конкретных языках смотреть. Подражательные слова. Есть как отдельная группа, как в японском. Ну, то есть, всякие слова типа «буга-буга», «руму-руму» и так далее. Тоже такой класс имеется. Походят на японский, и тоже как отдельная идёт часть речи. Ну, глагол простой. Два времени в целом. Прошедшее и не прошедшее. Ну, тоже, кстати, японский напоминает. Поэтому сопоставления с японским были, как я уже упоминал. И в целом они тоже правомерны. Грамматика в значительной степени также на японскую смахивает. Японский тоже аглютинативный. Ну, и японский – это алтайский язык. То есть, он связан с уральскими. И там раз говорят, что лексика походит на уральскую, значит, можно её связать и с японской. Потому что урало-алтайские языки, они, их определённая связь доказана, в общем, и часто их сопоставляют. Есть нефинитные формы глагола, причастия, депричастия, инфинитивы. Ну, они и в уральских есть. Много служебных слов всевозможных, союзы, частицы, как, в общем, обычно. Частицы пишут довольно популярны и могут выражать даже грамматические значения. То есть, частичная аналитика там есть тоже, не всё аглютинативное. И также какие-то оттенки значения слова. Тоже частицами часто выражаются. Словообразование на суффиксах основано – это полностью вот этот аглютинативный суффиксальный язык. То есть, помимо грамматических показателей, есть многочисленные суффиксы, которые тоже добавляются все к концу слова. Синтаксис – субъект, объект, глагол, то есть, глагол на конце. И этот порядок довольно жёстко фиксирован во всех дравидейских языках. Ну и тут в конце, опять же, напоминают, что это всё реконструкции, и пока какой-то чёткой картины, как был устроен дравидейский язык, пока нет. Ну, такой же чёткой, как, допустим, об индоевропейском нам довольно хорошо всё известно. Ну, в общем, всё. Дальше уже конкретные языки буду характеризовать.